Вы знаете, вы абсолютно правы, действительно, того, что Запад может помогать, дай бог, чтобы помогал, но вся надежда на нас самих, это действительно. И вот знаете, отсюда вытекает следующий вопрос. Я уверен, вы прекрасно об этом знаете, все об этом говорят, когда Макрон впервые заявил о возможной якобы отправке натовских войск на территорию Украины, возможной. Потом там нечто подобное власти Литвы говорили, вот совсем недавно Соединенные Штаты в лице генерала Чарльза Брауна, он сейчас глава Объединенного комитета начальников штабов США, говорит, что развертывание натовских инструкторов, инструкторов, подчеркиваю, войска инструкторов на территории Украины, оно неизбежно, прямая цитата. Правда, при этом, как обычно, когда это произойдет, непонятно. Скажите, пожалуйста, все эти разговоры про натовских инструкторов, по крайней мере, к чему вообще эти разговоры? Вот это произойдет когда-нибудь? Инструкторы, верно ли я понимаю, что это имеется в виду, что эти самые инструкторы, они воевать не будут, они будут тренировать наших защитников. Как вы вообще к этому относитесь? И придет ли мир когда-то к тому, что войска натовки теоретически могут быть на территории Украины? Или, будем откровенны, не стоит питать иллюзий на сей счет? Ваша оценка? Я думаю, что так может произойти. На сегодняшний день это все-таки больше игры со своей внутренней политикой в этих государствах. И ни одно из этих государств на сегодняшний день всерьез не собирается и не планирует у нас воевать. Они были бы кто-то, может, даже и не против действительно перебросить инструкторов. Но для того, чтобы самим учиться здесь больше, чем учить нас чему-то при этом, они прекрасно понимают, что рано или поздно может наступить критический момент, когда им придется ввести сюда контингент. Иначе под угрозой прямой окажутся уже другие европейские государства. Единственное, что для нас это такой себе вариант, потому что, скорее всего, это будет происходить, когда у нас уже останется не так уж много территорий. Я уверен, что они рассматривают такой вариант. И Америка, и НАТО думают над тем, как перебрасывать сюда свой контингент. Но в тот момент, когда они посчитают ситуацию критичной уже непосредственно для своих границ. Для нас это такая себе история. И это, скорее всего, в их видении потеря очень большого количества наших территорий перед тем, как они, собственно, это произведут. До этого раньше они могут, конечно, сюда перебросить инструкторов, там еще кого-то, кого-то обучать. Но это, опять же, больше для них, для того, чтобы понять современную войну. Ведь они ее не видели, они ее не знают, они ее не понимают. То, зачем они наблюдают, приводит их к мысли, что они не готовы к современной войне. Она отличается от всех доктрин, по которым они готовились. Да, некоторые алгоритмы системы управления боем работают. Но, например, маскировка — это совсем уже ничего не работает из того, что написано у них. Разведка абсолютно на другом уровне, в другом измерении просто находится, в отличие от того, что написано у них. И таких вещей много, поэтому сейчас их интересует сюда перебрасывание людей больше для того, чтобы готовиться и учиться. А действительно готовы, они будут перебросить контингент, который в каком-то виде попробует там воевать. Я думаю, они себе это видят в том случае, когда, конечно, для нас ситуация будет уже крайне тяжелой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!